ребята всем привет доброе утро я иду собирать вещи которые уже высохли их нужно собрать чтобы они на солнце не выгорали потому что очень много вещей испорченных испорченных потому что они выгорели на солнце нужно вовремя собирать все вещи сегодня прекрасный день такой солнечный вообще так круто круто прикрутах солнышко так хорошо скоро у нас уже все вообще будет теплота теплота будет у нас уже скоро очень тепло я думаю осталось совсем немного и мы будем наслаждаться уже будем потихоньку раздеваться хотя я уже хожу в обычной кожаной куртки и там какая-нибудь кофточка иногда свитерочек надевать то что ночью как вечером ночью вечером когда возвращаясь с учебы то конечно немного прохладно а так хорошо пуся ты там куда собралась скоро будем обустраивать нашу террасу ума пошли всем добрый хай ты я уже здоровала счеты блин меня сбил я чуть не опять не поздоровалась хуй ужас если бы ты еще раз поздоровала тебе никто не простил ваня вернулся с универа мы с ним пообедали допущали макароны которые вчера ужинали и сейчас я поставила чайник будем пить чайок и выезжать на учебу вообще мне ничего не понравилось но нам нам нужен не то чтобы не то что нужен мы бы хотели небольшой телевизор наверх и поменять кофеварку а здесь ничего такого я не увидел кофеварка еще одна но она такая же большая и громоздкая как это а вот телеки не знаю ну это фигня за ищите знаешь какое сегодня задание еще задание пожалуйста закажи освещение для вашей спальне не не знаю потому что мы уже столько времени для освещения в спальне хочется уже доделать все самое необходимое в квартире и забыть и скоро мы начнем обустраивать наши террасы уже на улице так тепло и когда собирала 20 градусов 20 градусов круто но это днем и на солнышке а так утром и вечером температура падает вот кофеварка но она большая смотрите вот такая кофеварка но она большая но не нравится будем заваливать чай ну так вот мы будем обустраивать наши террасы грандиозные планы все там как обустроить что поставить так что мы ждем когда начнется а вот этого лета эйфория начнется в магазинах продажа всего для террасы и так далее то есть много всего будет продавать и мы начнем покупать собирать все нашу терраску будет у нас такой вот супер уголочек где мы будем монтировать скорее всего отдыхать что на улице очень классно на свежем воздухе поиграй с ней она бедная с ума сходит я не знаю что это за прикол у нас пума обожает просто так вот тупо сесть и сидит как будто и не знаю она статуэтка и она так может очень долго сидеть квоток тоже кошки и главное она сидит и не смотрит в окошко она смотрит на нас то лучшее наверно место ну что пришло время показать чем я сегодня одет на голове у меня неподстриженная голова давай не нужно срочно это подстригаться я сегодня в черных джинсах с высокой посадкой сапожки вот такие вот полусапожки с зарой черно-красная рубашка кожаная кортка рюкзак и погнала на учебу обалдеть ребят я уже в барселоне какая здесь красота солнышко тепло но я не спешу раздеваться и снимать куртку потому что все таки ветерочек такой прохладный и очень обманчивая погода и очень быстро можно простудиться заболеть даже не заметишь почему потому что сейчас вроде тепло и в то же время еще все таки прохлада присутствует знаете еще хотела чего вам сказать их каждый раз наступаю на одни и те же грабли каждый раз я себе говорю что я больше так делать не буду но уже несколько лет подряд я делал абсолютно то же самое в общем я слишком поддаюсь мнению общества и это очень пагубно на меня влияет сколько раз я себе утверждаю что мне не важно мнение других людей но все равно я принимаю это слишком близко к сердцу и потом же сама же от этого страдаю потому нужно делать выводы учиться на собственных ошибках и не быть попугаем не лепить из себя того кого хотят хотят видеть люди по крайней мере вот даже взять вас я не буду такой как вы хотите потому что потому что я это не и не та девушка которую вы описываете хотите слепить из ваших мнений что ты должна делать это ты должна делать то я вообще ничего не должна и и я считаю что я буду делать я буду делать я знаю что я буду делать то что мне нравится я буду носить то что мне нравится я буду красить волосы тот цвет который мне нравится я буду жить так как мне нравится потому что это моя жизнь и и мне решать на самом деле, что мне в ней делать, а что нет. Следите за своей жизнью и хотите худеть, худеете, это ваше право. Хотите одеваться по-другому, одевайтесь по-другому, это ваше право. Хотите жить по-другому, живите по-другому, это ваша жизнь. Вы часто пишите очень грубые комментарии и потом в конце пишите, это лично мое мнение. Дело в том, что я особо никогда во влоге не говорю, напишите ваше мнение. Сейчас, почитав комментарии под влогом, я вижу, что все-таки есть женщины, девушки, взрослые, адекватные люди, которые все-таки понимают, а вот дети, они, дети, девчонки, ну где-то, наверное, до 15-16 лет, вот 11, 12, 13, они более активные и считают, что это их долг написать, что я кривая, косая и что жизнь моя говно. Ну а графяц. Ну что, ребят, уже у меня закончились пары, так быстро время пролетело, пипец. Это последнее время, вообще, мне так обидно, то, что время так быстро летит, это, короче, какой-то кошмар. Все, выдвигаюсь домой. Вот и все, на улице уже темнота, пипец. Я уже жду, не дождусь, когда я буду выходить с учебы, а на улице еще будет светло. Обожаю это время года, то есть уже весна, лето, выходишь, учеба, еще светло, день продолжается, круто. У нас тут оказывается забастовка, мы уже час, я сижу в поезде, мы никуда не едем, так что я, сейчас меня Ваня заберет, я выхожу отсюда, потому что вроде как еще час будет длиться это все. Все, Ваня меня уже забрал, мы уже практически дома, осталось подняться наверх. В общем, мы в поезде были с моей одноклассницей, она тоже, ну, не живет в Сабадели, она, в общем, отсюда потом едет на машине домой. А Марси сегодня не пришли, ну, ее не было сегодня. Потом я думаю, блин, это значит, чейс тоже в этом же поезде. Я ей написала, говорю, чей, ты в поезде? Она говорит, да, я говорю, спускайся. Вот, так что мы ее тоже подвезли. А мы постоянно садимся в разных вагонах, со своей музыкой, в наушниках. Да, и вот так что. Чей, чей, пишется Т, А через Т? Да, Т, Х, Э и две Л. Чей, чей, чей. Ну, такое, первый раз я вообще слышала такое имя, потому что так, ну, оно не распространенное. Хотя, ой, сейчас будем вообще... Взяли рандомно несколько букв, сколько там, Т, Ч, Е, Л, Л. На, пять, пять букв и... Я хотела... Ой, как у нас тепло. Я хотела ее имя, вот когда я ей писала, я хотела через Y написать. Чей, знаешь? А потом я зашла... Чей, не чей. Я зашла на WhatsApp и увидела, как пишется далее. И видно. Пусянечка, привет, моя хорошая. Ваня тут натопил, натопил. Тут так тепло стало, так хорошо. Видите, моя кошечка. Сосраночка такая хорошенькая. Я сегодня днем психанула и убрала полностью практически все со стола, со столешницы, потому что меня раздражало, что тут куча всего лежит. Вот так вот мне нравится больше. Здесь у нас ножи, чайник, вот эта вот штука для хлопьев и вот здесь в углу кофеварочка. Кстати, спрашивали в комментариях, где мы купили такую вот подставку. Мы покупали в Корт-Ангрессе. Но я знаю, что в интернете, в принципе, можно найти различные варианты. У нас пластиковые, продаются металлические, всякие разные. Очень удобно таким способом хоронить хлопья и симпатично смотрится. И если у вас есть вот такой вот угол, то можно его задекорировать, в общем, заставить. А с этой стороны у меня свечки стоят, фотографии. И пришлось нам сюда еще вот такой вот переходничок поставить, потому что мы постоянно что-то заряжаем. И, в общем, чтобы кофеварка тоже у нас была включена. Но еще на самом деле, если бы я была бы строителем, я не делала бы здесь розетку. Я бы ее спрятала. Они, ну, смотрите, портят полностью весь вид. Ждем наш диван. Вот. И он у нас станет вот здесь. Вот этот вот шкафчик я хочу отсюда убрать. И смотрите на мои тюльпаны. Они потихоньку умирают. Уже распустились очень сильно. Но они еще такие вот плотненькие. Вот сами цветочки, конечно, уже нет. Они очень опять выросли. Ване их, когда подстригал, они вот тут где-то были. Вот. Но у них там, походу, воды нет уже. Так что скоро я их буду уже выкидывать на тюльпанчики. Такие хорошие, такие красивые были тюльпаны. Я уже так устала от этого матраса. Меня немного раздражает то, что он такой большой. Меня тоже немного раздражает. Но, блин, еще месяц придется. Да, месяц еще будем ждать. Раздражает именно то, что прохода нет. Это вот неудобно. И хаос какой-то. Потому что... Его невозможно сделать более компактным, да, и более аккуратным. Застилаем мы его, потому что пума бегает, и она зацепляет как бы ткани, и получается дырочку. Она уже нам одну сделала. Так мы застелили, и она вот ногтями не доходит до ткани. Вот она, кстати, лежит. Красопета. Что-то я разлеглась. Тепло? Хорошо? Услышала, что о тебе говорят, да? Моя красавица. Моя красавица. Любимая кошка. Нет, ну вы посмотрите на нее. Вот что значит, когда ты слишком добрый, и у тебя одна кошка, и ты ее обожаешь. Пуся, ты слишком много себе позволяешь. Слишком много. Давай. Слазь. Давай. Я говорю, иди. Она любит принимать ванну. Сейчас мы... Сейчас кто-то примет ванну. Давай. Сейчас мыть из-за тебя придется стол. Хорошо, что мы не едим с этой стороны. Ложись вот сюда. Иди сюда, тебя буду гладить. Так, я сейчас пришла в ванную, которая у нас внизу. И сейчас буду мазать волосы. Волосы мазать буду... Сейчас покажу, чем у меня... На ночь, кстати, я на мошу. И завтра утром уже буду мыть волосы. У меня есть кокосовое масло. Единственное, что оно вот такое вот белое, застывшее. И я просто беру такого вот с пашкой, выковыриваю. И, в общем, в руках разогреваю его. Сейчас я как раз этим займусь. Потому что светлые волосы, естественно, они у меня довольно сильно так пострадали. Такие суховатые. Вот, поэтому их нужно тщательно-тщательно увлажнять. Помимо всяких масок, я вот еще дополнительно делаю маслицем. Вот, а так, в принципе, я довольна тем, что у меня сейчас на моих волосах. Единственное, что сейчас волосы у меня ведут себя совершенно по-другому. И теперь, чтобы мне укладывать их там плойкой. Вот, допустим, когда я делаю локоны, они у меня сильнее закручиваются, чем обычно. Вот, поэтому... Наверное, потому что стали суше, тоньше. Не знаю, почему. Вот. И нужно тоже отрегулировать температуру. Так же самое, и чтобы уложить утюжком, нужно немножко тоже поменять температуру. Потому что волосы немножко по-другому реагируют. И, кстати, цвет не совсем в камере передается таким, какой он есть. У меня много рыжих волос осталось. И белое у меня буквально, ну, наверное, вот эта вот часть, которая у меня реально белая. И то, видите, вот здесь вот есть такие вот рыжие просветы. А насчет щелки мне мастер что сделал? Так как я постоянно волосы то на одну сторону, то на другую. У меня получается, челка, она вся рыжая. Но вот здесь вот внутри прядь, которая ближе к лицу. Вот, вот эти вот пряди. Сейчас я их достану. Вот, вот эти вот. Они у меня практически полностью белые, кроме корней. Корней не рыжие, вот отсюда, получается, они идут беленькие. И вот они у меня возле лица. То есть, когда я делаю пробор на бок, мне очень нравится, как смотрится вот этот вот переход с рыжего в белый. Очень симпатичный. Так же самое, когда на вторую сторону делаю. Получается то же самое. Возможно, многие из вас пишут, что меня очень бледнит, блондинистый цвет. Но, знаете, мы живем один раз, нужно экспериментировать. И я не понимаю, почему вы так реагируете, снимая все кольца, чтобы они не были жирными. Почему вы так реагируете на перемены? Потому что очень хорошо, когда в жизни есть какие-то перемены, и не все постоянно одинаково на протяжении всей жизни. Поэтому я человек, который, вот я даже в плане мебели, в плане все как поставлено, расстановки, я люблю делать перестановки раз в несколько месяцев. И, не знаю, я люблю перемены. И, пожалуй, за 23 года уже можно было, можно сделать какое-то, какое-то не глобальное перевоплощение, да. То есть я совсем немного покрасила волосы, я не покрасила их полностью в блондинистый, а сделала вот такой вот эффект омбре. Так, хорошо, так же прохожу и челочку. Мне нравится использовать кокосовое масло, потому что оно очень вкусненько пахнет, потом такой аромат просто божественный. Еще у меня вот здесь вот очень сильно сохнут волосы, не только из-за того, что я их покрасила, когда я была полностью вся рыжая, то у меня тоже в той зоне волосы постоянно запутывались, и они там более тонкие, а сейчас так тем более. Ну, я могу вам сказать честно, что с блондинистыми волосами, если они не натуральны, а именно крашеные, то мороки намного больше, чем с естественным цветом волос. Вот, я это поняла уже после того, как покрасилась. Волосы, конечно, стали немножко сухими, но это можно все исправить, можно... Дело в том, что волосы у меня растут очень быстро, поэтому вы даже и я, и вы облинуться не успеете, как белый цвет растет, и я просто потом лишнее отрежу. Вообще, я планирую каждые три месяца подстригаться, потому что у меня тонкие волосы, и я очень часто использую плойки, плойки, фен, утюжок, и волосы у меня просто моментально секутся, поэтому мне порекомендовали подстригать кончики, чуть-чуть совсем, там буквально на один пальчик, да, может, чуть меньше, но каждые три месяца, чтобы волосы не становились сильно-сильно ломкими. Так, чтобы мне такие вот дела сейчас будут перегониваться, эту рубашку надо уже в стирку, отправить, поэтому я не снимаю рубашку, наношу масло, потому что рубашка пойдет в стирку. В принципе, какая разница. И сейчас я заплету волосы в косичку, хотя я думаю, на корни тоже маслицы нанести. Ладно, я продолжу тут процедуры нанесение всяких масел на волосы. Я притащила шарики в спальню, не знаю, мне надоело, что они там в зале, поэтому принесла в спальню вот еще два шарика, и вон те два тут висят. Просто так как дуют кондиционеры, они улетают, а пока что будут вот здесь. Я наконец-таки подключила свой этот увлажнитель воздуха. Такая вот штучка. Прикольно светится, можно сделать, кстати, я так понимаю, вот это самый яркий вариант. Сейчас перестанет дуть кондиционер, и будет лучше видно испарение. О, все, пошло, смотрите. Как прикольно. Единственное, что надолго хватать не будет, что резервуар очень маленький. Вообще, вот, практически как моя ладошка. Может, чуть-чуть больше. Вообще прикольная такая штучка. Я только что сдала все работы, которые мне нужно было сделать. SketchUp, PowerPoint, PDF, работы с ситком. Вот, так что я все сдала. Теперь можно со спокойной душой ложиться спать. И завтра у меня такая мини-презентация моего ситкома. У нас было задание придумать телесериал комедийный. Одну серию всего лишь, которая должна длиться максимум 10-15 минут. Так что я написала. Ваня мне очень помог. Вот это все сделать. Потом я сделала скетчап. Сейчас я вам покажу, что я сделала. Ну, я такое сделала. В общем, называется, сделала как смогла. Сейчас покажу вам фотки. Короче, одна часть. Ну, я сделала несколько фотографий, но нужно фотки отправить. Вот так. Вот так. Вот так. Я не особо в скетчапе разбираюсь. У нас было всего пару классов. Ну, уроков, где нам там все объясняли. Мы пытались что-то дело сделать. И вот поближе. Вот что у меня, в принципе, получилось. Вот так. Вот такие вот дела. Ладно, ребят, буду с вами прощаться. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!